Доброе утро, Семен. Я вспоминаю 2005 год, год, когда я выпускался из школы и все повсеместно говорили ЕГЭ. Мы готовились тогда. Нет, тогда только вводили всю эту процедуру, тестировали ее на нас. И сейчас более уже конкретно об этих трех буквах ЕГЭ мы сможем поговорить с нашей гостьей, очаровательной и прекрасной председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Викторовна Золотницкая. Здравствуйте. Доброе утро. Нехало. Доброе утро. На каком языке? I don't understand you. На своем, на своем. Даже не старайтесь понять. Просто на ЕГЭ сдавался китайский язык, я знаю, правильно, в прошлом году? Да, было такое нововведение. Как раз давайте сразу об этом и поговорим. О нововведениях, о едином государственном экзамене сегодня вообще пойдет речь. О чем же еще, да? В это прекрасное утро, да, солнечное? Пока что да. Вот. Ну, поскольку утро доброе и передача у вас добрая, поэтому и первый ответ на ваш первый вопрос будет добрый. Да никаких нововведений. Никаких нововведений. Это прекрасно. То есть по сравнению с прошлыми годами ничего такого нового не ожидается? Нет, ничего нового не ожидается. Хорошо. Поэтому все спокойно, все стандартно, сдаем спокойно. Да вам спокойно, там людям вообще неспокойно. 9-й, 11-й классы сколько предметов надо сдать? Тут все просто. 9-й классы сдают два предмета обязательных, это русский язык и математика. И два предмета по выбору. По выбору. Пожалуйста. Так же и было, насколько я помню. Да, ну ничего не изменилось, мы уже об этом сказали. В 11-м. В 11-м классе тут немного сложнее. Два предмета обязательных остались, это русский язык и математика. И неограниченный набор, зависит только от вашего желания, уважаемые выпускники, набор предметов для сдачи ЕГЭ. Ну это, видимо, зависит от того, какой ВОЗ вы выбираете. Либо какой репетитор дешевле. Ну мы про репетиторов, видимо, позже поговорим, пока я продолжу. Ну и обязательные предметы тоже имеют разный уровень. Есть базовый уровень. Если вам, уважаемый выпускник, нужно получить только аттестат, и вы не планируете обучение в высшем учебном заведении, то тогда вы сдаете базовый уровень. Там какие-то минимальные баллы. То есть даже вот так выбирать можно? Да, да. А если вам нужно в какой-то ВУЗ поступать, в котором требуются определенные знания, естественно, повышенные, то тогда вы сдаете, конечно, профильный уровень. Он, конечно, более сложный, более продвинутый. Вот такого в моей школе жизни не будет. Ну можно же сдать простой вариант вот этот вот, ну для тех, кому тяжело дается учение, да? А в университет уже подготовиться и заново сдать экзамены? Увы. Увы. Один, не больше одного ЕГЭ в год. Поэтому вот вы определитесь. Да, либо базовый, либо уже более повышенный. Либо вы идете в ВУЗ, либо вы год работаете. А, в ВУЗ я не могу, то есть пойти и сдать экзамены без ЕГЭ, если я не сдавал их? А, однозначно, нет. Более того, даже если вы взрослый человек, прямо взрослый-взрослый и не выпускник этого года прошлого, вы тоже, ну не получили высшее образование, но хотите, вам все равно придется сдавать ЕГЭ. Да, это вот такой... А наоборот вопрос поставлю. Для тех людей, кто сдал ЕГЭ, может ли ВУЗ им отказать? Ну, смотря по какой причине. Если вы должны, во-первых, посмотреть правила приема в ВУЗ, высшее учебное заведение. Там наверняка стоит какой-то указанный ниша или минимальный порог по тому или иному предмету. Посмотрите свои результаты. Проходите, не проходите. Да. Посмотрите, обязательно многие ВУЗы вводят дополнительные, так скажем, экзамены. Ну, например, творческие ВУЗы, это всегда какие-то еще дополнительные творческие задания. Сейчас некоторые ВУЗы учитывают и участие в волонтерском движении в добровольчестве. Это тоже баллы добавляет. То есть активная какая-то жизнь общественная, да? Да, 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 прям значительные баллы могут быть добавлены вам. И участие в олимпиадном движении. То есть посмотрите внимательно, что для ВУЗа важно, в который вы планируете поступать. Скажите, пожалуйста, можно ли сдать экзамены досрочно или как-то позже? Ну, досрочно можно. Давайте про девятые классы. Причины какие-то должны быть для этого? Сейчас мы разберемся. Девятые классы могут досрочно сдавать девятиклассники только по уважительным причинам. Что это? Ну, либо вы спортсмен и у вас соревнования, либо вы прям вот заболели и весь не можете, но у вас есть справка. Справочки предоставляете, конечно. То, конечно, вы можете сдать досрочно. Одиннадцатиклассники могут воспользоваться данной преференцией без объяснения причин. Человек чувствует, например, что он готов это сделать раньше. Ну, разные причины могут быть. Тогда он должен обратиться в свой педагогический коллектив. Педсовет решает, принимает решение по допуску, либо по недопуску такого старшеклассника к ЕГЭ. Мы говорим про старшеклассников, про девятый класс, про одиннадцатый. Что нам с Сашей делать, если мы закончили школу в 2005-2006 году где-то? В принципе, недавно, да. Мы еще молодые и красивые. Но в университет захотели поступить. А прием по ЕГЭ идет. Нам что делать? ЕГЭ сдавать? Все в порядке. Семен, Александр. Так, не беспокойтесь. Не беспокойтесь, да. Расскажите, успокойтесь, пожалуйста. Ну, к сожалению, в этом году, видимо, вы уже пропустили срок, потому что, если вы хотели, вы должны были до 1 февраля подать такое заявление, определиться. Ну, ничего страшного, у вас есть год для подготовки. Традиционно, я спрашивала в Министерстве образования, около тысячи взрослых людей, бывших, давно уже бывших выпускников, получают, сдают ЕГЭ. То есть это нормальный процесс. Поэтому вы подаете, смотрите на сайте Министерства образования, у них там есть раздел, позволите, я скажу. Государственная итоговая аттестация выпускников ЕГЭ, там указаны сроки сдачи. Те территории, в которых будут проводиться стельные экзамены, вот вы смотрите, подаете заявление, и в зависимости от места жительства, идете и сдаете. Единый государственный экзамен. Ну, взрослому, наверное, тяжелее сдавать. Ну, конечно, да, ты тебе голова уже с родственными проблемами забита, конечно. Сидишь, ЕГЭ сдаешь, сам думаешь, как у меня там дочь-то. Возвращаясь к 11-классникам, рядом сдают стоять. Вот вместе пойдете в следующем году только. Если 11-классник без уважительной причины не явился на экзамен, он вообще получит документы какие-то об окончании школы? Ну, мы с вами уже поняли. Механизм следующий. Сдаешь ЕГЭ, получаешь аттестат. Не сдаешь ЕГЭ. Извините, распишитесь. Ждешь с сентября, если ты пришел, проспал, не захотел, в сентябре есть такая возможность сдать ЕГЭ тем, кто был удален с экзамена, тем, кто не пришел, без уважительных причин. Потому что для тех, кто уважительной причиной, есть дополнительные резервные дни. То есть как раз в июне они есть, чтобы вы успели подать документ. Понимаете, в сентябре ваши уже преимущества по подаче документов будут, ну, вы уже будете, видимо, в последнем каком-то доборе, это если вам повезет. Если вас поймали за сдачей государственного экзамена, бывает... Поймали. Ага, сдаешь экзамен? Нет, не в этом смысле. Бывают такие случаи, знаете, когда вот списывают, испоргают. Да, не бывает такого. Ну, мне рассказывали, что бывают, я сама не видела. И удалили с экзамена, да. И, например, удалили с экзамена. Тогда ты сдаешь в сентябре. Когда все уже поступили, а ты с сентябрьским результатом... Ну, есть, наверное, те вузы, которые, там, не знаю, заочные и так далее. Вот. Но тут, что важно, я бы хотела сказать, уважаемые родители, уважаемые выпускники, даже если вас... Поймали. Не поймали, не заметили, как вы там использовали чего-то там вот дополнительное, то, что не разрешено. У нас сейчас все аудитории оборудованы видеокамерой, видеокамерами. И эти видеозаписи, да, вот прям как у вас в студии, хранятся до 1 марта следующего года. Это очень важно, я думаю, нужно сказать. И они просматриваются. Поэтому, если при просмотре, это может... Вы уже учитесь, например, поступили. Вот так, за тобой могут прийти. А там увидели и сказали, извините, ваши результаты аннулируются. Поэтому лучше готовиться к экзамену. Ну, не честно. И честно все сдавать. Ну, это да. Давайте говорите прямо. Давайте говорить прямо. Спасибо большое. Если собираешься потом идти в школу телевидения, то у тебя демо-запись пилотного выпуска уже до марта лежит готовая. Спасибо вам большое, что вы к нам заглянули, вместо того, чтобы готовиться к экзамену. Людмила Викторовна Золотницкая, председатель Свердловского областного родительского комитета. Спасибо вам большое. Спасибо вам.